Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме знаний. Тема нашего сегодняшнего вебинара – «Пути решения экологических проблем». С данной темой вы уже ознакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома знаний. Сегодня мы продолжим изучать данную тему. Проблемы экологии и природы решаются на международном, а также государственном уровне. Вводятся законодательные акты, санитарно-гигиенические нормы, проводятся организационные, технические и иные мероприятия с целью воздействовать на общество, производители и сделать их экологически ответственными. Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате деятельности человека, ведущая к нарушению структуры и функционированию природы. Это проблема антропогенного характера. Иначе говоря, она возникает вследствие негативного воздействия человека на природу. В настоящее время перед населением нашей планеты остро стоят такие проблемы окружающей среды, как загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение почв, загрязнение вод, мирового океана и перенаселение. С каждым пунктом мы разберемся поочередно и разберемся, как решить данную проблему. Первое – это загрязнение атмосферы. Атмосферное загрязнение воздуха отрицательно сказывается на здоровье человека, способствует развитию сердечных и легочных заболеваний, в том числе и протхита. Кроме того, такие загрязнители атмосферы, как озон, оксида, азота, диоксид серы, разрушают естественные экосистемы, уничтожают растения, вызывая смерть живых существ, в частности, речную рыбу. Глобальную экологическую проблему загрязнения атмосферы, по словам ученых и представителей власти, можно решить следующими путями. Это ограничение роста численности населения, сокращение объемов использования энергии, повышение энергоэффективности, уменьшение отходов, переход на экологически чистые и возобновляемые источники энергии, также очистка воздуха на особо загрязненных территориях. Вот данные пункты, предоставленные учеными и представителями власти по решению данной проблемы. Следующая проблема – это истощение озонового слоя. Как вы знаете, озоновый слой – это тонкая полоса стратосферы, защищающая все живое на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца. Еще в 1970-х годах экологи обнаружили, что озоновый слой разрушается под воздействием хлорфторуглеродов. Эти химические вещества входят в состав охлаждающих жидкостей, холодильников и кондиционеров, а также растворителей, аэрозолей, спреев и огнетушителей. В меньшей степени истощению озонового слоя способствуют и другие антропогенные воздействия. Это запуск космических ракет, полеты реактивных самолетов в высоких слоях атмосферы, испытания ядерного оружия, сокращение лесных угодий планеты. Существует также теория, согласно которой истончению озонового слоя способствует также глобальное потепление. Начиная с 1985 года принимались меры по защите озонового слоя. Первым шагом стало введение ограничений на выброс ферона. Далее правительство утвердило Венскую конвенцию, положения которой были направлены на охрану озонового слоя. И состояли они из следующих пунктов. Представители разных стран приняли соглашение о сотрудничестве касательно исследования процессов веществ, влияющих на озоновый слой и провоцирующих его изменения. Систематическое наблюдение за состоянием озонового слоя. Создание технологий и уникальных веществ, помогающих минимизировать наносимый ущерб. Также сотрудничество в разных областях разработки мер и применения, а также контроль деятельности, провоцирующие появление озоновых дыров. И, конечно же, передача технологий и получение знаний. На протяжении последних десятилетий были подписаны протоколы, согласно которым производство фторхлоруглеродов должно быть уменьшено, а в некоторых случаях и вовсе прекращено. Следующая экологическая проблема – это глобальное потепление. В течение XX века средняя температура на Земле выросла от 0,5 до 1 градуса Цельсия. И главной причиной глобального потепления считается повышение концентрации углекислого газа в атмосфере вследствие увеличения объемов, сжигаемого людьми ископаемого топлива, уголь, нефть и их производные. Однако, по заявлению Алексея Кокорина, руководителя климатических программ Всемирного фонда дикой природы России, он говорит, что наибольшее количество парниковых газов образуется в результате работы электростанций, выбросов метана в ходе добычи и доставки энергоресурсов, в то время как дорожный транспорт или сжигание попутного нефтяного газа в факелях наносят сравнительно небольшой вред окружающей среде. Замедлить процесс экологического потепления, по словам экологов, помогут следующие меры. Это повышение цен на ископаемые виды топлива, замена экологического топлива экологически чистыми. Это солнечная энергия, энергия ветра и морских течений. Также развитие энергосберегающих и безоходных технологий, налогообложения выбросов в окружающую среду. Минимизация потерь метана во время его добычи, транспортировки по трубопроводам, распределению в городах и селах применения на станциях теплоснабжения и электростанциях. Также внедрение технологий поглощения и связывания углекислого газа, посадка деревьев, уменьшение размеров семей, экологическое просвещение, применение фитомилиарации в сельском хозяйстве. Это мероприятие по улучшению земель посевом и посадкой. Следующая проблема – кислотные дожди. Кислотные дожди, содержащие продукты сжигания топлива, а также предоставляют опасность для окружающей среды, здоровья человека и даже для ценности памятников архитектуры. Содержащиеся в загрязненных осадках и туманах растворы серной азотной кислоты, также соединения алюминия, кобальта, они загрязняют почву и водоемы, пагубно влияют на растительность, вызывая суховершинность лиственных деревьев и угнетая хвойные. Из-за кислотных дождей падает урожайность сельскохозяйственных культур. Также люди пьют обогащенную токсическими металлами, ртутью, кадминем и свинцом воду, а мраморные памятники архитектуры превращаются в гипс и размываются. И во имя спасения природы и архитектуры от кислотных дождей необходимо просто минимизировать выбросы окислов серы и азота в атмосферу. Следующая экологическая проблема – это загрязнение почвы. Главную роль в загрязнении почвы играют такие компоненты техногенных отходов, как тяжелый металл, свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, талий, висмут, олова, ванадий и сульма. Также пестициды и нефтепродукты. Из почвы они проникают в растения и воду, даже в родниковую воду. По цепочке токсичные металлы попадают в организм человека, и не всегда они быстро и полностью выводятся из организма. Часть из них имеет свойство накапливаться в течение долгих лет, провоцируя развитие тяжелых заболеваний. Чтобы спасти здоровье нашей планеты, необходимо внедрить определенные мероприятия. Это минимизировать обработку почвы, чередовать высаживаемые культуры, также прикреплять грунт с помощью корневых систем растительности, формировать замкнутый растительный покров, высаживать защитные лесополосы, осуществлять осушительные работы с целью снижения уровня грунтовых вод. Почвы также нужно промывать, соблюдая нормы полива, распахивать поперек склонов и не использовать пестициды и другие химические элементы. Загрязнение мирового океана подземных и поверхностных вод с суши – глобальная экологическая проблема, ответственность за которую целиком и полностью лежит на человеке. Главными загрязнителями гидроферы на сегодняшний день являются нефть и нефтепродукты. В воды мирового океана эти вещества проникают в результате крушения танкеров и регулярных сборов спросов сточных вод промышленными предприятиями. Помимо антропогенных нефтепродуктов, индустриальные и бытовые объекты загрязняют гидросферу тяжелыми металлами и сложными органическими соединениями. И лидерами по отравлению вод мирового океана минеральными веществами и биогенными элементами признаются вообще сельское хозяйство, это сельское хозяйство и пищевая промышленность. И решением данной экологической проблемы ученые выдвинули следующие пункты. Человечество, понимая, что в результате своей жизнедеятельности она наносит иногда непоправимый ущерб водной биосфере, старается находить действенные способы очищения природных вод от различного рода загрязнений. И к таким мероприятиям относятся следующие действия. Это очистка промышленных и бытовых сточных вод. Стоки промышленных предприятий попадают в реки, в водоемы, ведут канализационные коллекторы. Эти канализационные коллекторы ведут в водоемы. Во избежание загрязнений водоемов стоками разрабатываются и внедряются новые технологии очистки. Также обеззараживание природных вод с помощью химических реагентов. Популярный способ уничтожить нежелательные микроорганизмы – добавление в водо-реагентов окислителей. С этой целью часто применяются хлор, диоксид хлора, озон и гипохлорид натрия. Недостаточное количество реагентов не окажет желаемого эффекта, а избыточное может навредить здоровью человека. Также откачка загрязненных вод – специализированные резервуары или водонасосные горизонты. Для откачки сильно загрязненных вод применяются поверхностные и глубинные дренажные насосы. Следующее – это развитие в производстве технологий оборотного водоснабжения, не требующего дополнительного водозабора и стока вод. Химическая, металлургическая и нефтеперерабатывающая отрасль используют от 90 до 98% обработанной воды. Электростанции, автомойки, пищевые комбинаты тоже очищают и используют воду повторно. Несмотря на серьезный ущерб, наносимый природе, человечество имеет все шансы вернуть ее в первозданный вид. Но для этого нужно приложить немало усилий, и наши усилия в этом будут не напрасны. На этом наш сегодняшний вебинар в Доме Знаний завершен. Это был последний вебинар в этом учебном году. Я вам желаю успехов в дальнейшей учебе. До новых встреч в Доме Знаний! Продолжение следует...